немного хроники экономической изоляции россии как вам известно наша страна глубоко изолирована а наши союзы ни к чему не ведут взять тот же евразийский экономический союз когда вы что-то слышали о нем может сложиться мнение что сидят там где-то дяди и ничего не делают или все-таки делают оказывается делают две новости переговоры между объединенными арабскими эмиратами и евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли вышли на финальную прямую по сообщением уже в этом 2004 году соответствующее соглашение может быть подписано государственный министр эмиратов по вопросам внешней торговли тани бен ахмед ас зайуди рассказал об этом тасс переговоры с евразийским экономическим союзом все еще идут мы работаем над тем чтобы соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве со странами евразийского союза было заключено в 2024 году прости нас изоляция мы все потеряли траурным тоном ли хиджаковой и извиняться и еще предстоит не раз вторая новость из египта где также ведутся переговоры между страной и евразийским экономическим союзом о создании зоны свободной торговли и как отметил торговый представитель россии в египте алексей таванян переговоры находятся в завершающей стадии постепенно и с расширяет коммуникацию со странами аналогичные египетским эмиратским переговоры ведутся с индонезией и рядом иных государств таким образом государство взаимодействует не только по линии брикс куда ныне входят объединенные арабские эмираты египет но и в рамках евразийского союза который является основой базы для российского макро региона говорим же ли еще долго извиняться и перед экономической изоляции и перед гидроизоляции и перед 13 пакетом рестрикции от евросоюза пока россия решает взрослые вопросы европа продолжает охоту на ведьм и журналистов rt роберт хаббек настолько напуган перспективы неудобства время пресс-конференции что ему уже русские журналисты мерещатся стали во время одной такой ему журналист осмелился задать неудобный вопрос и роберт сразу же парировал вы с раша туда и не так ли нет просто у немецких журналистов вопросы есть кроме как по зеленой повесточки и синим гоблинам впрочем лучше бы хаббек оставил вопрос без ответа ведь от его ответа стало только хуже ведь в качестве ответа на животрепещущие у немцев темы прозвучал ответа владимире путине который нападает на энергетическую инфраструктуру германии закончил же свой спич тем что сотрудники всегда должны проходить проверку на вшивость ибо хорошо известно что некие российские журналисты дискредитируют либеральную демократию в германии говорят что если вам мешает свою страну строить название городов и улиц памятники которые там стоят то вы строите свою страну на чужой земле продолжим логику если вам всюду мерещатся российские журналисты которые подрывают основы либеральной демократии то возможно вам стоит пересмотреть определение либеральной демократии из юридического справочника ведь тогда роберт хабберг бы знал что в основе либеральной демократии лежит свобода мысли и возможность задавать вопросы включая неудобное но видать это особый тип демократии ранее неизвестные или же старая добрый хорошо забытая немецкая традиция ведь именно в протестантской германии больше всего искали ведьм вообще германия любит это дело хаббек так же как истинный немец лишь чтит традиции своей страны друзья хотим напомнить что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке вместе победим реквизиты для поддержки в описании к видео